Худший, высший, мацней. Супрацовники МНС рыхтуются до чемпионата Беларуси по пожарно-воротовальным спорте. Турнир пройдет под Гомелем с 8 по 9 Костричника. И он сберет больше за сотню спортсменов из всей страны. Как ведутся тренировки, доведалась Вероника Гамзюкова. По плане подрыхтовки у спортсменов две тренировки каждый день. Отпрацовываются дисциплины пожарно-воротовального спорта. А кроме этого, в подрыхтовочный процесс выходит и гульнявые виды. Например, волейбол. Такий подход допомогает у Сибакова развить навыки спортсменов. Але зараз акцент сделан на переодолине стометровой полосы с перешкодами и уздыме по штурмовой лестнице на поверхе учебной вежи. А так само боевым разгортыванием. Минавито в этих дисциплинах спортсмены и будут вызначать переможцев на чемпионате краины. За последние 5-3 года Гомельская область, в принципе, немножко подняла свой уровень до призовых мест. Если раньше команда МЧС Гомельской области не особо занимала какие-то и командные, и личные призовые места, то на сегодняшний день практически каждый старт борется за первые, вторые, третьи места. На тренировочной плясовце в этот день спортсмены мужчинской сборной Беларуси. На чемпионате краины каждый из них будет представлять свой регион. Сегодня в средних только один Гомельчанин, он же капитан команды, четырехразовый чемпион света Максим Шапаров. Спортсмен означает, что в области шмат перспективной молоди, якая у своему взрослому уже достигнула титула чемпиона света. На своем уровне, в своем возрасте они стали чемпионом мира среди юношей, но при этом у них еще долгая дорога, у них все впереди. По возможности, конечно, мы делимся своим опытом профессиональным, подсказываем какие-то нюансы, потому что независимо от того, сколько ты тренируешься, олимпийский чемпион, ты чемпион, если ты остановишься, не будешь развиваться, то ты уже проиграл. На чемпионате краины за узнагороды на пляцовце лицея МНС будут змагаться и молодь, и дорослые. Подробностей проведения турниру и расклад поборниц на сайте ведомства.